Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС снова на связи. В эфире Минск чрезвычайный в студии Виталий Димбовский. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. По традиции цифры статистики, с начала года в столице на пожары ИЧС спасатели совершили более 2500 выездов. На пожарах погибло уже 11 человек. 52 человека, из которых двое детей пострадало. К счастью, 237 человек удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. В понедельник утром в Минске горела квартира. Хозяева забыли на плите завтрак. Дым из окон первого этажа на улице Кижеватого заметили прохожие. Самой же владелицы апартаментов в этот момент дома не было. За несколько минут угарным газом успели надышаться два человека. Соседка и ее сын. Пострадавших на месте осмотрели врачи и рекомендовали на некоторое время побыть в больнице. Еще 8 человек спасателей из подъезда эвакуировали. Больше всего в квартире пострадала кухня. Дым закоптил потолок и стены во всех комнатах. Также в этот день в первой половине дня на улице Пушкина горел гибридный «Шевроле Вольт» 2011 года выпуска. Отчего загорелся автомобиль пока неизвестно. Во время ЧП владелица была за рулем. Она вышла из салона, но сама предпринимать ничего не стала. Только позвонила супругу. Мужчина также сам не смог потушить пожар. Это сделали лишь бойцы МЧС. В результате пожара был поврежден капот, моторный отсек и передняя фара. Минск чрезвычайный. Короткое замыкание с далеко идущими последствиями произошло в вечерний час пик на улице Брыля во вторник. Фактически на ходу загорелся Форт Мондео. Огонь распространялся очень быстро, поэтому спасателям пришлось немало потрудиться, чтобы загасить пламя. Пожар уничтожил 22-летнее авто практически полностью. Позже было установлено, что короткое замыкание электропроводки произошло внутри приборной панели. Также во вторник, но уже вечером в столичное МЧС поступило сообщение от встревоженной мамы, сын которой попал в неприятное положение. Нога 7-летнего мальчика оказалась зажата между педалью и рамой велосипеда. Он играл во дворе по улице Прушинских. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия. С помощью специального оборудования специалисты деблокировали пострадавшего. Бригада скорой помощи отвезла маленького непоседу в больницу. После детального осмотра с диагнозом «ушиб» и ссадины левой голени пострадавшего отпустили домой. Минск чрезвычайный. В среду в полдень в Минске едва не погиб 84-летний мужчина. Работники МЧС спасли пожилого человека, который, пытаясь снять кота, повис на руках на балконе второго этажа. Сообщение о том, что в квартире на проспекте Пушкина с наружной стороны балкона висит человек, поступило в МЧС от очевидцев. Работниками МЧС была развернута установка «Куб жизни», на которую прыгнул 84-летний хозяин квартиры. В результате ЧП пожилой человек не пострадал, но был госпитализирован в больницу скорой помощи. Оказалось, что мужчина страдает старческой деменцией. Как пояснил сам мужчина, он выбрался за ограждение балкона, так как увидел там кота и хотел его снять. В этот же день, в конце рабочего дня, на улице Леси Украинки на мужчину упала бетонная стена, а ЧП в службу спасения сообщила его жена. Женщина рассказала, что пришла домой и обнаружила супруга, лежащего под обломками. На место сразу прибыли бойцы МЧС и медики. Мужчину достали из-под обрушившихся конструкций, но спасти его жизнь не удалось. Медики констатировали смерть. Известно, что 46-летний мужчина занимался ремонтом в подвале. Во время работы одна из плит не выдержала и рухнула прямо на него. В четверг утром на 101 от работника предприятия Полифас поступило сообщение о пожаре в доме на улице Селицкого. В производственном здании цеха переработки тепло-звукоизоляционных материалов загорелся полимерный утеплитель. Работники предприятия самостоятельно покинули здание до прибытия подразделения МЧС. Однако в результате пожара пострадал 55-летний мастер цеха. Он получил ожоги первой и третьей степени на общей площади 20% тела. Причина пожара сейчас устанавливается. Среди рассматриваемых версий механическое разрушение узлов и деталей одного из станков. Минск чрезвычайный. Вечером в пятницу спасателям пришлось тушить сразу два загорания автомобилей. В Московском районе предположительно в результате короткого замыкания электропроводки блока управления в правом заднем крыле багажного отсека загорелась лянча Капа 1998 года выпуска. В заводском же районе предположительно в результате поджога был полностью поврежден представитель французского автопрома «Пежо 605» 92 года выпуска. В субботу на улице Холмогорской сгорел частный дом. Одна из версий причин пожара – поджог. В пять часов утра очевидцы сообщили о пожаре в заброшенном частном доме. Прибывшие на место спасатели установили, что в одноэтажном частном доме загорелись деревянные конструкции стен и кровля на общей площади 60 квадратных метров. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, но деревянное перекрытие и кровлю по всей площади владельцам дома придется заменить. В воскресенье около пяти часов утра пожар произошел в одном из подвальных помещений столичного ГУМа, который располагается на проспекте Независимости. Здесь загорелся упаковочный картон. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, и уже спустя 40 минут пожар был полностью ликвидирован. Причина возгорания сейчас устанавливается. Ну что ж, на сегодня это все. Берегите себя. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.